Всем привет! Два месяца назад проходил конкурс среди блогеров, организаторы от компании всеинструменты.ру и всем участникам, кто прошел второй тур, они выслали небольшие подарки. Извините, что видео на эту тему вышло поздно, но никак не было времени заниматься этим. Подарок прислали мне в магазин всеинструменты.ру, который находится в городе Майкопе, так как я сам с Адыгеей. Красиво вручили с хорошими пожеланиями, за что им большое спасибо. Посмотрим наш подарок. В таком вот ящике пригодится для инструментов. О, колоночка, будем слушать музыку. И много чего интересного. Скорее всего я его чуть позже посмотрю. А сейчас бы я хотел поздравить всех с Днем Защиты Отечества. Пожелать мира и понимания всему человечеству. Дай Бог всем здоровья и пусть сбываются все ваши мечты. Итак, в подарочном наборе у нас вот такая вот футболочка, как раз моего размера. Кепка с надписью Макита. Такие вот перчатки прикольные, тоже с надписью Макита. Далее идет отвертка с трещоткой с большим количеством бит. 59... О, 60 предметов. 60 предметов. Трещотка. Далее идет отвертка с большим количеством бит. Далее идет отвертка с большим количеством бит. Электрическая отвертка. И вот такие вот отдельные биты. Здесь в наборе также идут биты и зарядное устройство. Ну а эти биты, скорее всего, идут каленые. Практически всех размеров. О, тут даже носки с надписью Макита. Макита, конечно, хороший инструмент, но насколько выдержат носки, это мы еще проверим. Вот такой вот магнитик. Держатель для телефона. Там еще колоночка. Ну а сейчас я бы хотел вставить нарезки. Кто именно прошел второй тур и кто получил первое место. А те, кто за меня голосовали, отдельное большое спасибо. При встрече вы можете называть их шифу. Номинация мастер ремонта. В номинации представлены гость. Добродушный сантехник. Парни из камня. Ремонт и отделка. Павел Сидорик. У тебя получится. Широков Евгений. Отделка в Туле. Девять плиток. Валиев Андрей Ди Айвай. Виталий Лужецкий. Номинация мастер ремонта. И вот теперь все ее участники перед вами. Пока в таком статичном режиме. Просто как фотографии. Но, конечно, мы не изменяем своим традициям. И буквально через считанные секунды они у нас здесь появятся уже сами. Пускай через Zoom. Но, тем не менее, мы сможем на них посмотреть. Увидеть, какие эмоции они испытывают. И какие их ожидания. Можно прочитать их в глазах. Я думаю, что вы уже заметили, что многие по-настоящему переживают. И хотят победить. А когда побеждают, не верят своему счастью. Всем привет. Всем привет. Паша как будто бы и не отключался. Как будто был с нами все это время. Но я вижу, что все такие прям серьезные. Преимущественно такая суровая номинация. Одни мужчины представлены. И, к сожалению, не все из номинантов смогли подключиться. Но поскольку у нас действительно суровая номинация, как я уже сказал. И вначале я такую тему каратэ восточных единоборств затронул. Давайте сделаем такую по-настоящему боевую афишу. Можно занять какую-то крутую воинственную позу. Ну, а мы сделаем скриншот, чтобы этот момент вошел в историю. Давайте просто можно как-то так встать, сесть. Я не знаю, как это происходит. Битва взглядов, если угодно. Вот так вот. Да, как будто на взвешивании сейчас. Все молодцы. На самом деле я пытаюсь придать какой-то воинственности. А все жутко позитивные. И видно, что друг друга поддерживают. И верят не только в свою победу, но и в победу своих коллег. Итак, кто же там у нас спрятался? И это Павел Сидорик. Павел Сидорик! Поздравляем Павла с победой. Павел ликует. Он уже у нас на экране появился. Мы уже говорили спасибо, но мы это повторим. Спасибо всем участникам. Вы по-настоящему крутые, раз вы в этой номинации. Вы уже, ну, прям настоящие мастера ремонта. И тут лишних подтверждений не нужно. Победителем здесь становится Павел. И Павел теперь с нами. Еще раз поздравляю победителя Павла Сидорика. И я на всякий случай оставлю ссылку на его канал. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Паш, поздравляем. Большое спасибо. Очень приятно. И на самом деле все участники достойны. Я всех ребят знаю. И большое спасибо моим зрителям и подписчикам, что проголосовали за меня. Паш, победа ожидаема? Или это для тебя прям сюрприз-сюрприз сейчас? Ну, не скажу, что это сюрприз. Результаты первого отборочного тура показали, что, в принципе, большое количество голосов было отдано за меня. Поэтому, ну, на 90%, если честно, был уверен. Слушай, ну, и напоследок скажи, вот каково это, когда за тебя голосует такое большое количество людей? Вот что испытываешь в этот момент? Ну, на самом деле очень приятно. И в то же время возникает чувство ответственности перед своими зрителями.